Продолжим. Статья 23. Часть 3. Судебный эксперт не вправе. Я буду цитировать, а потом буду делать некие выводы. Судебный эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса. И дальше. Если это ставит под сомнение его независимость от участников процесса. На самом деле, вот это вот если, да, и все что следует за словом если, надо исключать. Объясняю почему. Вот. В принципе, будет проще отводить плохих экспертов. Возьмем ситуацию. Эксперт проводит для какой-то компании судебный экспертиз. Но при этом обедает в столовой или в кафе с руководителем компании, да, ну и с сайли ответчиком. Идет в банку париться с директором этой компании и его секретарем. За счет этой компании. Съездит в Болгарию там или в Италию за счет этой компании. И как бы, ну, ну это же прямой связи-то как бы нету, да. И о том, что прямой связи коррумпированности нету, будет говорить и эксперт, и та организация. Вот. Чтобы такого не было, чтобы таких вот измышлений и таких вот уловок по уклонению от ответственности эксперта за его выводы у нас с вами не было, надо поставить жирную точку о том, что судебный эксперт не вправе вступать в личные контакты с участниками процесса. Точка. Без комментариев, без вот этих вот, если это может быть повлияет, а если это вот может быть не повлияет. Точка. То есть, даже не здороваться за руку. Вот начнем мы с этого. В Великобритании, кстати, есть такое правило, что если адвокат до допроса свидетелей имел возможность лично встречаться с этими свидетелями, этот адвокат лишается лицензии. Адвокат лишается лицензии, если он общался со свидетелем, которого он будет допрашивать в ближайшее время. О, адвокат! А у нас можно общаться, понимаете? Эксперт, который как бы не имеет никаких... не должен иметь какой-либо заинтересованности, может пить, гулять, отдыхать за счет стороны по делу, и при этом как-то вот, знаете, уходить из-под топора закона. Поэтому меняйте статью, чертовы мать! Ставьте жирную точку. Дальше. Сейчас найдем что-то еще интересное.